Для участников проекта «Активное долголетие» в городском округе Люберцы организовали необычный, но популярный досуг – катание на сапбордах. Как прошло первое занятие на Кореневском карьере, узнала наша съемочная группа. Это жаркое лето представители серебряного возраста проводят весело и с пользой для здоровья. Сегодня по плану водные процедуры, но в их распоряжении не бассейн, а целый карьер. С самого утра группа собралась, чтобы освоить новый вид спорта – сапсерфинг. Сегодня у нас организовано мероприятие по «Активному долголетию». Губернатор Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым был запущен проект по сапбордам для «Активного долголетия». В прошлом году также это мероприятие у нас было. В этом году это уже повторно. И наши долголеты очень довольны. Им очень нравится кататься на сапах. Они такие очень заряженные, выходят жизнерадостные. Они у нас очень спортивные. Для занятий сапсерфингом нужны доска, весло и спасательный жилет. На воде сапы устойчивы, безопасны и просты в использовании. Такой вид спорта развивает баланс и тренирует вестибулярный аппарат. Мне очень понравилось. Сапы развивают баланс, мышечную активность. Вода вообще успокаивает. Встать тяжело, а грести и потом уже легко. Изначально тяжело только. Ты вроде бы и физически занимаешься, и на улице, и активность, и спокойствие. И все работает. Я бы с удовольствием ходила. Как-то пробовала, но это одно из очень лучших. Здесь, во-первых, мои ровесники, друзья. Здесь совсем другая обстановка. За мной следят, смотрят. Самое сложное, мне кажется, это встать и слезть. А когда уже баланс поймали, можно плыть и плыть, и плыть, и плыть. Мне не страшно. Я вообще ничего не боюсь. В последнее время сапсерфинг стал одним из самых популярных видов пляжного отдыха. Занятия для участников клуба «Активное долголетие» проходят по понедельникам и четвергам на Кореневском карьере. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.